Защитник Кирилл Плохов и нападающий Артур Гатетов не приняли квалификационные предложения Барриса о продлении контрактов, сообщает официальный сайт континентальной хоккейной лиги, КХЛ. При этом оба игрока не предоставили команде предложения от других клубов. Хоккеисты находятся в статусе ограниченно свободных агентов, 31 мая был последним днем, когда они могли принять контрактное предложение других команд. Таким образом, теперь у Барриса есть время до 30 июня на продление контрактов Плохова и Гатетова. При этом другие клубы КХЛ могут переманить этих игроков только в случае выплаты денежной компенсации. В прошедшем сезоне 22-летний Плохов провел 8 матчей в КХЛ отметил с одной результативной передачей, а большую часть сезона выступал за Номат. В КХЛ защитник дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе 116 игр и 4,1 плюс 3, балла. 20-летний Гатетов в прошедшем сезоне выступал за 3 команды из системы Барриса. За главную команду он дебютировал в феврале и провел 2 матча, за Номат набрал 13, 2 плюс 11, очков в 46 играх, а за Снежных Барсов – 12, 5 плюс 7, баллов в 9 встречах МХЛ. В 2017 и 2018 годах Плохов играл за сборную Казахстана на взрослых чемпионатах мира, а Гатетов набрал 8, 5 плюс 3, очков и стал третьим бомбардиром молодежного ЧМ-2019 в элитном дивизионе. На данный момент Баррис покинули врата Редди Паскуале, новый клуб, Локомотив, защитники Мадияры Брайбиков, Атеох Томае, Локомотив, Дамир Рыспаев и Максим Семенов, нападающий Дастин Бойт, Талгат Жайлавов, Карбан Найк, Авангард и Ира Покоринин, Йокерет. При этом клуб еще может вернуть Бойда, Жайлавова, Рыспаева, Семенова и Брайбикова.